всем доброго времени суток в последнее время часто попадаются вопросы о том как правильно настроить масштабную скорость на модели и в этом видео я расскажу о том как я это делаю вот как раз я закончила цифровку очередного локомотива и есть у меня вот такое испытательное кольцо значит она радиусом 348 миллиметров это катовские рельсы и более подробно с формулами я расскажу как что можно сделать не имея специального спидометра и так для начала вспомним математику за 5 класс и нас интересует формула расчета времени в зависимости от расстояния и скорости т равно время путь деленное на скорость что рассчитаем масштабную скорость в принципе очень просто это обычная скорость деленная на масштаб высчитаем сразу в метрах в секунду и в дюймах в секунду для наших американских коллег и так значит наша масштабная скорость будет равна сто четыре километра умноженная на 1000 деленная на 3600 и деленная на 160 для моего масштаба n и получается это 0 181 метр в секунду либо же 65 миль в час умноженное на 63 360 деленная на 3600 секунд в часе деленная на 160 и получается 7 и 15 дюйма в секунду мы определили скорость теперь нам нужно определить путь и для этого мы вспомним еще одну формулу формулу расчета длины окружности это 2 пи р считаем значит в метрической это будет у нас 2 умноженное на 3 14 и умноженное на 0 348 и приблизительно 2 метра 0 185 тысячных и в дюймовый это будет 2 умноженное на 3 14 умноженное на 13 75 и приблизительно 86 и 35 дюйма вот мы определили с теперь соответственно высчитываем то время за которое данное расстояние должен пройти наш локомотив так т равно для метрической это 2 185 деленное на 0 181 приблизительно равно 12 целых и одна десятая секунды либо для дюймовый это 86 35 дюйма деленное на 7 15 дюймов в секунду и приблизительно 12 целых и восемь сотых секунды вот за это время локомотив должен пройти мой испытательный круг чтобы каждый раз руками не считать я сделал табличку в экселе и ссылка на эту табличку будет в описании к данному видео настраивать я буду по трем точкам что такой график здесь у нас будет скорость и это шаги 0 1428 можно настроить как бы линейную но я буду делать такую кривую вот три точки которые мы будем настраивать это у нас cv2 cv6 и cv5 первоначально я буду настраивать именно cv5 которая максимальная скорость и потом уже cv6 сделаю чуть-чуть как бы такую кривую разгонную на средней скорость она была но не линейное ускорение было а вот такое плавное ускорение ну что ж теперь приступим непосредственно к выполнению этой задачи итак я все подготовил секундомер с возможности засечки времени на круге и теперь запускаю локомотив на полную скорость жду пока он разгонится и начну засекать время вот сейчас время прохождения на круге где-то 4 секунды и для того чтобы настраивать я использую программу джинни рай просто потому что это более удобно хотя можно делать это и с командной станции отменяю значение cv записываю устанавливаю таймер сбрасываю его и еще раз начинаю засекать время сейчас время на круге получается у меня порядка 6 секунд еще раз я меняю параметры и буду потихонечку подбирать пока локомотив не будет проходить у меня круг за 12 секунд как он это и должен делать по нашим расчетам и вот время прохождения круга составила 12,42 секунды что приблизительно отвечает нашим параметром 12,37 секунды можно в принципе еще чуть-чуть убавить сбрасывать я не буду сейчас просто засеку следующий круг понятно что засекается не очень точно вот можно сделать сейчас так 12,7 значит нужно увеличить немножко значит для того чтобы более-менее корректно можно засечь допустим время прохождения десяти кругов и потом разделить на десять получить то значение уже оно будет более конкретно вот сейчас у меня получилось 12 целых сто восемьдесят восемь тысячных что в принципе уже близко к истине ну вот где-то 12,23 да ну наверно так я и оставлю нет хотя еще чуть-чуть добавлю увеличив значение и даже засекать не буду я думаю что этого будет достаточно я думаю что основной принцип понятен спасибо что смотрели комментируйте ставьте лайки подписывайтесь кто не подписался надеюсь информация была полезна пока пока подписывайтесь на канал